Явление, хорошо бы его сначала изучить в реальном режиме, как оно работает, хотя бы на экране компьютера. Работает все это дело в онлайновом режиме, хранится все в облаке. Если есть команда, у которой один из членов хотя бы имеет подписку профессиональную, то есть возможность из облака скачать свой разработанный проект на свой диск и с ним работать также в HTML5 в нормальном режиме. То есть бесплатной версии нет возможности? Бесплатной версии нет возможности, но если у вас будет какой-то контакт со мной, то никаких проблем нет. Если вы мне даете свой URL, я его перевожу в автономный режим и вам высылаю просто через, скажем, Google Диск. Поскольку там даже не Google Диск, а просто в письме, потому что размеры там получаются катастрофически маленькие. Программа, которая работает в онлайновом режиме, она совершенно экономная. Если там нет больших рисунков простровых, то емкость получается сотни килобайт буквально. Все это пишется на… без… людьми пишется, без знания всякого кода. Но если кто-то знает немножко код, то залезть в уже получившийся HTML5 код и что-то там подредактировать, поменять, внести какую-то интерактивность, когда можно будет уже игры делать, нажимать на какие-то кнопки. Для человека, знающего какой-то минимальный JavaScript, никаких проблем нет. Все очень просто. Есть такая возможность, да. Свои писать скрипты, которые там заставляются. А по HP, HP и поддержке, как делать? То есть для работы с базами, да? Нет, пока такого ничего нет. Они только-только начинают, и пока только на анимационный режим. Пока они в науку не собираются лезть, с графиками там, со всем этим очень сложно. Поэтому поле деятельности здесь огромное у нас. Именно у нас мы можем в эту сторону толкать. Они и просят, и хотят, чтобы кто-то их толкал. Но сами они не хотят складывать в человеческую силу, потому что программ… Надо выйти компании на режим самоокупанности. Это пока стартап. Максимальная подписка стоит 200 долларов в год. То есть деньги тоже не ахти какие большие. Это, наверное, 200 долларов от скопа получается по-нашему. 200 тысяч в год? Но это чуть больше, чем на телеканал Дождь подписан. А там же, может быть, сетап-догонкается. Он около года вышел. Буквально позавчера они выкатили новую версию, где есть интерактивность. То есть можно кнопками управлять, нажимая мышкой на всякие фигуры, чтобы они двигались, следовали за курсором и так далее. А вот это вот, это программа идет или на сайте? Это на сайте, на себе никаких клиентов не скачиваешь. Компьютер твой совершенно свободный есть. Что у меня есть? У меня есть какие-то записи, которые я делал, когда разрабатывал. Есть имя сайта, на который можно зайти и есть в Google+. Об сообщество, как это называется, Аниматрон по-русски. Аниматрон латинские буквы. А по-русски по-русски. Это сообщество в Google+. Аниматрон ком есть, Аниматрон по-русски есть. Но если зайти в Facebook, Аниматрон по-русски, там тоже самое название. Можно там посмотреть, что делается. В Аниматроне ком у них есть... Да, Аниматрон есть и в Facebook, и тоже их сайт, на который они выкладывают прям буквально сегодняшнее обновление. Но они, конечно, все по-английски делают, потому что аудитория английская, англоязычная и русскоязычная не запоставима по количеству. У нас... Хотя там русских сейчас, наверное, больше, чем англоязычная компания. Что это такое? Из чего она сделана? Как все это работает? И начнем с того, что зайдем на сайт Аниматрон. И... Аниматрон вот это было... Полный цифр проекта. И мы будем с того, что зайдем на сайт. С помощью нашей ваконты Google создадим... Ускоренно, поэтому трудно попасть. А это Аниматрон. Вот это у них интерфейс, внешний вид их сайта. Есть у компании, есть блок, который давно уже не ведется. Есть education, который развивается сейчас, где можно русскоязычную вещь... Да, еще немаловажная вещь, в которой вы можете поучаствовать, это привязки на русский язык переводить все это дело. Русский интерфейс, они собираются делать, и можно такую вещь начинать. И у каждого человека появляется своя стартовая страница. Вот здесь Александр Кононов есть. И сейчас я выйду в свою страницу. И залогиниться. С помощью нашего... Залогиниться можно либо с помощью Google+, либо с помощью Facebook, либо завести аккаунт прямо у них там. Все программы, все анимации, которые вы будете делать, все будут храниться у них на сайте. Все это шерстится, конечно, на предмет там всякого терроризма и всяких других непотребных вещей. Могут закрыть аккаунт, если много будет всяких нареканий. Но пока такого не было. Создадим, ну, анимациями. И нарисуем кошку, которая будет крутить голову. И спереди у тебя. Есть много таких в сообществе и на Facebook. Есть много таких программ, по которым можно посмотреть и прям начать программировать. Если вы напишите мне письмо, я пришлю вам полную перечень ссылок на то, что уже есть на русском языке, описание всех вот этих вещей. Получается, лучше всего работать с этими программами как раз у школьников. И чем младше школьник, тем легче. Знание языка здесь совершенно несущественно. Очень тяжело дается это дело учителям, поэтому учителя все идут по накатной дорожке. Учителя выискивают детей, которые могут что-то делать на компьютере, не бояться компьютера. И поручают их сделать то-то и то-то. А человек, уже знающий биологию или что-нибудь. По биологии было много очень хороших проектов, которые делали американские дети. У них очень широко метод проектов используется. По биологии рисовали бабочек, рисовали, как прорастает семена с этими семидольными листьями. Одна из главных особенностей это все векторное. Все рисунки векторные. То есть масштабирование позволяет менять... Масштабирование совершенно не сказывается на качестве картинки. В отличие от... Ну векторная графика от растровой, наверное, знаете, отличается чем. Там все по клеточкам, а здесь... Привычные линии безъекта в графических редакторах работал. То есть мы здесь введем точку, в контурный цепь вернемся. Мы должны сделать две точки, чтобы они останутся на своем месте. Около первой. Если мы первую будем вытягивать, то у нас по крайней мере останутся две неподвижные. И мы получили одну ухо кошки. Так же делаем здесь точный цепь, как эти точки выворачиваются. Сама анимация производится простым очень образом. Внизу показана лента времени. И на этой ленте времени выбрав какой-то момент, можно сказать, новое положение фигуры. Все промежуточные состояния автоматически просчитываются. И в конечном программе получается текстовый файл, в котором указаны вот эти вот вещи, рассчитанные компьютером. Поэтому сжимается очень хорошо. Хранятся все они на серверах в Америке. И совершенно незаметна скорость передачи. То есть вы включаете, а сразу все начинает работать. И сразу все моментально туда уходит. Точки, которые здесь ставятся, сдают начальное и конечное положение. Эти точки часто очень слово такое употребляют. Ки-фрейм, ключ, а фрейм это окошко, интервал какое-то времени. И если теперь метку в этот бегунок подвигать здесь вручную, то фигура будет повторять все ваши движения, которые вы задавали. Масса этих движений. Можно задавать движения по траектории, можно задавать движения по какой-то зависимости от времени, которое используется как раз для решения физических задач. Как раз вот, может быть, в механике, которой вы будете заниматься, с этими компьютерами. Редактирование мышкой никаких умений особых не надо. Каждому американскому празднику они выпускают новые спрайты. На Хэллоуин выпускают всяких ведьм, которые летают, анимированные пауки. Тыквы рисуют горящие по-всякому. То есть человек, который не умеет рисовать, не умеет анимировать, может просто быстро собрать открытку, написать какие-то слова и кому-то послать. Рисуется такая анимация, которая может посылаться и в письме, можно ее вставлять и в блог, можно вставлять в сайт. Чего у вас есть, туда можно и вставить. Вплоть до того, что вы ссылку посылаете по скайпу, открывается и сразу показывает ваш ролик. А можно посмотреть, который результат? Чего посмотреть? Результат готовый по теме анимации. А говорят, что нет, это автономный сюжет. Нет, а у вас нет видеозаписи, у вас нет ни одного готового. Есть возможность... Это вы делаете? Да. Есть возможность вот чего делать. Сохранять в формате гид. А, картинки? Ну анимации с гид. Анимации с гид. Возможность видео делать, неограниченное. Это вот видео я сделал. И возможность сделать HTML5, который вставляется куда угодно. Это я сделал видео. Ну, которое одно из самых первых, кстати. Краски совершенно удивительные. Редактирование очень легкое. Как только вы зайдете на сайт, там у них есть галерея сотрудников, аниматоров, которые работают. И там совершенно профессиональные вещи сделаны людьми. В общем, можно посмотреть все ежедневно приходящие у них появляющиеся новые, которые учениками создаются. Там совершенно нормальные... Самые нормальные люди рисуют. Просто так попробуют чего-нибудь нарисовать. И речь идет вот о чем сейчас. Где у нас применяется в политике. У нас есть такое общество знания, приезжают люди. Это вот из Флоридского университета приехал наш профессор, который там давно работает. И рассказывал о молниях, как они, где они встречаются, какие бывают виды, как надо от них прятаться. И один из способов, для нас он не очень важен, а в Америке это существенно, потому что практически у всех есть яхты. Кто живет на побережье, он из Флориды. И один из методов, который мы анимируем сейчас, это... Ну, наверное, в 11 классе у вас есть уже люди, да? ЭДС самоиндукции, ЭДС индукции, которые приводят к тому, что возникают индуцированные большие разряды напряжения. Если у нас ударяет молния в металлическую мачту, по ней проходит большой ток, который создает магнитное поле. И вот справа нарисована рамочка на расстоянии двух метров от этой мачты, возникает такое поле, которое выводит из строя, ну, возникают сотни вольт, которые приводят к порче всех смартфонов и так далее. Просто пробивается, не выдерживает. И вот это у них уже надо учитывать. И мы сейчас вот эти вещи переводим в режим анимации, для того, чтобы можно было простым людям, обычным детям, что такое рассказать. Максимальная грутизна плохо. Вот пример. От максимальной грутизны зависит все это. Запишем скрин, как это делается. Слишком велик экран, сверху у нас маленькая поле, снизу большое поле, поэтому... В этот пример как раз как можно записать HTML5 и код этот сохранить. Что-то бы хорошо уменьшить. Здесь сделана такая хитрость для уменьшения размера холста. Подвести надо мышку снизу на полосочку под цирку. И была одна из вещей, которая сейчас уже хранится. Такая есть программа, которую в Санкт-Петербургском академическом университете делают. Называется Stepik. Это получается такой наш ответ на массовые онлайн-курсы, которые в Америке очень популярны. Сейчас стали курсеры, может быть, слопали. И вот для этой курсеры, кстати, Stepik делал обработку. У них очень мощная обработка. Это одна из лучших команд программистов в России. Там работает. И у них сделан с аниматроном... Я сделал вот такую обучающую программу по движению в поле силы тяжести. Если вы в школе уже проходили движение тела брождаю под уголом горизонта, помните, наверное, какие-то там путаницы с синусами, косинусами, как это трудно рассчитывать на время. Программа, которая позволяет это делать без формул, понять сначала. И потом синусы, косинусы все по боку становятся. Как там все это было сделано в этой программе Stepik? Мы приведем в городе Пиза, на родине Валилея Галилея. Вот один из результатов, который тоже получился в результате вот такой разработки. Эти программы идут сейчас на смену уже порядком надоевшим всем презентациям. Те же самые функции можно выполнять, но возможности совершенно ничем не ограничены. Сюда можно вставлять видео, можно вставлять звуковой ряд. Можно это сделать интерактивным, так, чтобы можно было в процессе презентации управлять всем этим, нажимая на какие-то кнопки, нажимая на сами объекты. Да. Это была анимация, но анимация, которая... Это вот один как раз из способов, который позволил физике использовать, не рисуя траектории. Обычно как делать? Нарисовал траекторию и по ней пустил шарик, который летит, тело брошенное под углом горизонта. А здесь мы рисуем как сумму двух движений. Одно движение вниз, которое происходит с ускорением, то есть тело буквально движется каким-то постоянным ускорением, точки меняются, и в горизонтальном направлении с постоянной скоростью. При сложении двух этих движений, как в школе учили, получается такая вот парабола идеальная. Все это делается аниматромом. Но я это делаю без формулы всяких. Я задаю просто движение. Это прямолинейное. Может быть, знаете такую задачу, если уже была у вас... Ну, механика-то была наверняка. Задача такая стандартная. На берегу озера есть два пункта. А и Б из этих двух пунктов начинают двигаться одновременно два катера. Они движутся так, что не встречаются, не сталкиваются. Проходят мимо друг друга. И задача заключается в том, чтобы найти минимальное расстояние между ними. Представили так себе, да? Как это сделать в системе отчета неподвижной относительно озера, совершенно непонятно. Но если мы садимся на один из катеров, то второй будет двигаться прямолинейно и равномерно. Вот эта программа позволяет пересесть в один из катеров и посмотреть, как будет двигаться при этом второй. Второй будет двигаться по прямой. И уж расстояние между точкой и прямой найти по перпендикуляру – это элементарно просто. Вот эта вещь, которую объяснять на уроке, пробовал я, но у меня длинный рук не хватает, чтобы все это дело объяснить. А здесь человек сразу понимает, о чем речь идет. И дальше уже легко объяснять, как это сделать, как пересчитать формулу скорости. Движение в разных системах отчета, траектории. Об этом люди даже не задумались, в общем, как это можно делать. Здесь все это дело становится понятно и просто. Программа была вот, в чем заключалась, зачем все это делалось. Началось все с ролика, который как раз в Мосточузевском технологическом институте. Эксперимент показывает студентам. Слева стоит пушка для гольфа, стрельбы мечами гольфа. А справа на магнитике подвешивают обезьяну. Обезьяна? Нет, уже не вживую. И в тот момент, когда он нажмет на спусковой крючок, вылетит шарик и одновременно начнет падать обезьяна. Вопрос такой, как надо прицелиться, чтобы попасть в обезьяну? Обезьяна. Жестоко вот это последнее Когда она аж кричит бедная И здесь та же самая идея возникла Как отрежать яблоко из пушки Заряжаем пушкой, прицеливаемся чуть-чуть пониже Как раньше в Тире говорили, вот яблочко Заряжаем пушку Здесь уже ученик имеет возможность Прицелиться, попробовать, как это делать надо А вы как думаете, как надо? Чуть выше Действительно? Попробую прицелиться чуть выше То есть все думают одинаково Почему выше? КОНЕЦ Еще раз то же самое А, еще я кому-то Иди как надо Или нам могу Или нам могу Чего? Это странный способ подсказывать, чтобы И вам нужно прицелиться Живо Живо Что это значит? И идея совершенно простая. И яблоко, и ядро одновременно начинают падать вниз с одинаковым ускорением. За счет чего? За счет массы. За счет массы. То есть это первый опыт, который Галилея ставил. Он брал тяжелое ядро и маленькое, не помню чего. Но намного меньше массы. И бросал их. И опыты экспериментальные показали, что они падают совершенно одинаково. Если сопротивление воздуха можно не учитывать, то от массы не зависит ускорение, оно всегда равно же. Ускорение свободного падения. И в этом заслуг как раз Галилея заключается в том, что он первым придумал саму идею экспериментальной физики. Он это экспериментально доказывал. А до него был Аристотель, в теории которого было так, как сейчас было сказано, что тяжелые тела быстрее падают, а легкие медленнее. На самом деле одинаково, если не учитывать сопротивление воздуха. Вот эта вещь была сделана в аниматроне. И на ее основе была сделана такая обучающая программа, где человеку рассказывается теория, пишется формула уже потом. И здесь пример показан, как в разных системах отчета будет это все выглядеть. Если сидеть на яблоке и смотреть на ядро, оно летит по прямой. И в этой системе отчета, оказывается, решать задачу очень просто. В этой системе отчета, которая будет у нас неинерциальной, она будет двигаться к ускорению свободного потенки. Ньютон учил так, что в неинерциальных системах не надо решать задачи, потому что она будет вводить силы инерции. А здесь рассматриваются точки кинематики. Где все это не учитывается, можно использовать любую, хоть вращающую систему отчета. Почему так получается? В этом клубе рисуем четыре тела, которые движутся под разными углами с разными скоростями. В поле синтеза растения, придерживая кнопку широты, рисуем кружочки. Раскрашиваем их в разные цвета, намеряем четыре тела. Операция аналогичная, размножаем один шарик, перекрашиваем в разные цвета. Делаем обводку черным контуром для того, чтобы они были заметны. Программа мало того, что простая, она еще очень приятная. Детям хорошо нарисовать, как детский садик. Им это очень легко. А дальше начинаются слои, тут все, что есть. В автор-эдитрах, таких профессиональных программах, здесь все это есть. Если бы у нас не было силы тяжести, то тела летели бы вот таким вот образом. За одно и то же время, за одну секунду они проходили бы разное расстояние, отрезки разной длины. И потом есть такой способ перейти в другую систему отчета, которая будет двигаться с ускорением G. Для того, чтобы заставить тело двигаться в поле тела тяжести, то есть с ускорением G направо на улице. И все тела отклоняются от своей траектории первоначальной. И начинают двигаться вниз, и сходя не обжор. Измей. Войти на сайзер-демоком под своим логом. Ну это, наверное, последнее, что я могу показать, потому что так смотреть просто неинтересно. Я задумывал так, что у вас будет четыре компьютера, и можно будет на них что-то такое попробовать самим поделать. Но в отсутствии интернета это затруднительно. Но вариант остается теперь такой. Если у вас хоть чего-то зацепило здесь, и есть какой-то интерес что-то попробовать сделать, то начать надо с того, что написать по этому адресу, который я вам сказал, письмо. Я буду знать ваш адрес. И дальше научусь делать. Вы начинаете делать какой-то проект, посылаете мне URL этого проекта, и мы с вами его дорабатываем вместе. И по ходу дела я вас учу тому, чего вы еще не знаете. Даю литературу, которая нужна. Можно будет потом, сейчас ведь в школах это очень модно, проекты всякие делать, и по физике в том числе. В вашей школе прям брать такой проект, его делать в аниматроне с помощью моей, с помощью моих студентов, которые уже это умеют делать. Это будет очень выигрышно в том плане, что этого пока еще в России никто не делает. Ну и вроде как поговорили, что если у вас будет интерес, если мы сумеем все вместе сделать какой-то клип про атомную промышленность, что-нибудь такое, про наш политех, может быть про вашу школу 30-ю, то можно будет собраться здесь, скажем, еще раз когда-нибудь зимой по вопросу уже аниматроны конкретного. То есть продолжить эту школу, не ограничиваться вот, ознакомить для этой лекции, которую сейчас вы слышали, которая попробовала рассказать вам что-нибудь интересное, а попробовать самим что-то такое сделать совместно со мной, и может быть связаться с какой-нибудь американской компанией, с американской компанией школьников. И вместе с ними что-нибудь тоже такое попробовать сделать. Вас с английским как в школе? Very wonderful. То есть без переводчика, да? Ну если есть чего-нибудь спросите. Можно вопрос? Да. Давай, давай. Сколько вам этот аниматрон платил за поддержение своего сайта? Нет, что он не платит. У них денег еще пока никаких нет, есть такая телекомпания TVRate, да? Дождь компания, которая пытается, да? Да никаких денег, мне просто это нравится, я все время этим занимался, все время хотел такого. И вот оно пришло. То есть вопрос твой провокационный как-то не по адресу получился. Других вопросов нет по технике дела, да? Сайта вторая, да, строчка? Сам сайт вторая строчка. Наверное, я должен посыпать голым пеклом, за то, что мы не совсем обеспечили. Так это не от вас зависит. Да, да, сторона. То есть компьютер действительно есть. Ну, вот, скажем, без интернета они вам не помогут. Вот, тогда, ребята, некая такая зацепка на будущий год и зацепка на то, что в течение года вы сможете начать уже этим продуктом повладевать и реализовывать эти навыки, в том числе и на уроках физики, которые будут в школе. Проекты по физике, да, тут гарантия есть, что мы с вами сделаем, если вам интерес такой будет. Попробуем, в конце концов, в школе интернет есть, значит, доступ к компьютерам даже там есть, и мы попробуем все-таки вот эту вот задумку реализовать. Проекты делаются одновременно в сетевом режиме, то есть с двух сторон. Вы на своем компьютере, я на своем, с одним и тем же проектом. Это будет и легче, и понятнее. Самое главное, вы почувствуете свою причастность к этому процессу. Потому что какие-то этапы, действительно, может быть, кажутся слишком простыми, но когда вы с этим столкнетесь вживую, то будет намного интереснее. И труднее. Или проще при наличии вашего продавателя. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо, что вы были в своем плане. Спасибо. 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 20 минут у нас. Спасибо.